Дорогие друзья, зовут меня Александр Белов По большому счету исследователь разных аномальных явлений Потому что явлений таких много И вот у меня тема есть мышление человека на этом и на том свете Это достаточно интересная тема У нас тут присутствует коллегия целая Профессоров наших уважаемых Их можно показать Депутат Госдума Высшего, Юрий Кузнецов Николай Михайлович Титов, психолог Я вообще на том свете был два раза Профессор из Обнинска И так далее Ну и в общем целые коллеги То есть собрались те, кому это очень важно Ну и понятно, что хочу сразу сказать выводы Цель рождения в теле Это наработать новый пласт мышления Отличный от старого пласта Вот Вы со мной можете не согласитесь или нет Но на самом деле надо всем нам учиться Умение различать информационные потоки И на мой взгляд На мой взгляд Мышление человека складывается из пяти информационных потоков основных Вот то мышление, те мысли, поток мыслей Которые идут от биологического тела Почему это важно различать? Потому что люди порой не различают И они начинают удовлетворять Как бы либо одно, либо другое, либо третье Либо существует перекос явный в ту или иную сторону И ну Вы можете поставить стручки И значит те мысли, которые идут от биологического тела Это один поток То есть они берутся от всяких висцерального нашего мозга От потребностей биологических, которые у нас существуют Еда, сон, секс, разные потребности биологические, жажда Ну и прочее разное То есть этим управляет висцеральный мозг Гипоталамус, гипоталамус, гипофициарная система В общем, дирижер обменных процессов Ну и в целом, конечно, лимбическая система Эмоционально-гормональная Которая находится в центре мозга В географическом центре мозга Также мысли от социума Вот это совсем другой пласт, который мы получаем От социума, социальные, как говорили большевики В общем, надо общественное выше личного Вот это вот общественное, оно у нас в печенках уже засело На самом деле не выше, не ниже, а рядом просто Но без социума, конечно, мы превратимся в стадо бабуинов Поэтому, конечно, социальные мысли надо учитывать И с ними тоже взаимодействовать, так или иначе Они так или иначе влияют Из социума мы при всем желании не выйдем И, в общем, мы не на автономном острове живем И, в общем, даже семья, это ячейка общества Это уже социальный организм, по сути дела Ну и также мысли из прошлой жизни Они тоже присутствуют Здесь многие со мной, конечно, не согласятся Что вообще эта прошлая жизнь существует На самом деле базис, основа вот этих мыслей, она есть Также существует поток мыслей с того света От духовных миров Эти духовные миры, они связаны с нашей душой И это наша основа, откуда мы, собственно, явились в этот мир С определенной целью и задачей Ну и вот пятый момент Такой достаточно спорный Некоторые считают, что они, в общем, на подключке инопланетян, как они говорят На самом деле, мне кажется, что инопланетяне, как правило, не вмешиваются в мысленное пространство землян И у них свой информационный базис Вот мне так представляется Поэтому, в общем, влияние инопланетян на земную цивилизацию И на мыслительные потоки, которые здесь у нас происходят Она, на мой взгляд, минимальная Это просто уже такой тренд Или новая религия, или кич Ну вот что хотите Вот на мой взгляд Мышление нарабатывается не мозгом, а бессмертной душой при помощи мозга Вот это вот очень важный момент Потому что всякие споры идут Что, собственно, представляет собой мышление как таковое Ну и вот, на мой взгляд, опять-таки, подчеркну Распространенные заблуждения в отношении мышления человека Материалисты Они мыслят только головой Но не они мыслят только головой Они считают, что человек только головой мыслит И только головной мозг, в общем-то, производит мысли Мысли — это продукт мозга То есть человек умер Клиническая смерть Четыре минуты, значит, кослородное голодание нейронов И, в общем, человек попадает в ничто В общем, электрическая, нейрохимическая деятельность Цикленная вот эта вот симопс и так далее Она прекращается и все И превращается в всякую мыслительную деятельность То есть уже человека нет Иными словами, они говорят, что мозг это и есть, в общем, продуцент мыслей Я думаю, что это неправильная вот позиция, на мой взгляд Ну, и они считают, что сознание уничтожается по смерти Бессмертной души, конечно, не существует И тут для них это альфа и омега И даже спорить с ними на эту тему бесполезно В общем, некоторые эзотерики Вот некоторые эзотерики, я имею в виду Николая Михайловича Четова Которая здесь Ну, хорошо, все, потом выставите я сейчас Ну, хорошо, не эзотерики, а психологи Да, вы психолог, правильно? Я тебе расскажу Вот, да Они считают, что мыслит душа без мозга То есть человеку для мышления мозг и не нужен вообще Вот так некоторые считают Якобы, вот они ссылаются Есть факты, что у человека нет мозга, а он хорошо мыслит Ну, вот раскрыли у студента, значит, черепную коробку А там какая-то жидкость немножко, с ложку где-то, вот со столовой ложку А больше ничего нет Ну, травму он получил, вот когда черепно-мозговую И ничего нет, и у студента Посмотрите, а как он сессию сдавал, непонятно Вот, ну, типа такие факты Или там половина арочного моста, так сказать Ну, вот моряк известный, у него содрало половину головы И тем самым, когда этот самый корабль падал под мостом И у него, значит, он все-таки мыслит как-то и существует Вот, но дело в том, что у него базовые-то остались центры Которые, в общем, не содрались этим мостом арочным В общем, ну, вот якобы есть такие факты Что вот без мозга хорошо мыслят Ссылаются за это Ну, точка зрения есть такая Материалисты и некоторые религиозные конфессии Это третье Прошлых жизней не существует И прошлый настроительный опыт не передается в эту жизнь Они считают Вот, причем материалисты и некоторые религиозные конфессии Они здесь смыкаются, как ни странно Вот, разные полюсы, да Вот, и противоположности, как говорится Вот, очень даже интересно Что прошлых жизней Правда, есть такое мнение, что, в общем, на четвертом соборе Ну, в общем, ладно, не будем это все Что там запретили или не запретили В общем, не будем в чужую партию лазить Своими грязными, такими непонятными То ли материалистическими, то ли эзотерическими мыслями В общем, да Ну, в общем, так считается Некоторые материалисты и эзотерики считают Что социум не играет никакой роли в мышлении индивида Ну, опровергнуть это легко О, дети Маугли Когда ребенок попадает в медсобсум В звериную ситуацию То, понятно, из него уже зверь Вот, вспомним этого Джуму Который, собственно, в Казахстане В психиатрической клинической больнице Лежал до перестройки В госпитале волки до 7-летнего возраста И он, фактически, ну, 40 слов, если знал, это и хорошо Но когда он вспоминал о маме волчице О приемной маме волчице Пробивалась такая слеза у него В общем, и, конечно, это был, в общем, индивид, которого Пытались всевозможными способами в социум стащить Но это не получалось Потому что поиск ушел Во временном промежутке времени Люди не успевают Вот, вернее, дети не успевают Если мозг не загружен определенными социальными программами Мыслительными программами Потому что мышление — это тоже программа Вот То получается вот такое Или можно вспомнить депривационных детей Ну, депривация — лишение Да, вот такие опыты делали в 19-18 веке Всякие нехорошие дяди, там, богатые Экспериментировали Они сажали детей Вот, ну, не новорожденных А таких вот, там, 2-3 года В башне замков И смотрели, вот, если их речи лишить Там общение И давали им через окошечко пищу Вот в такой повязочке Чтобы лица не было Вот И вот такие госпитальные дети тоже есть Вот, тоже известный факт В медицине Вообще, госпитальные дети Вот, если до года Они практически не выживают Умирают То есть, если не было общения Тактильного или иного какого-то С взрослыми То госпитальные дети Вот, они практически Если несколько месяцев новорожденные Вот, не может А вот уже год-два он может Но уже он, конечно, асоциальный ребенок Вот известная история Маши С удочницей Которую мама родная Посадила в сундук И она там росла Она скрывала ото всех Потому что не хотела Нежелательной беременности И, в общем, она выросла И у нее ножки и ручки Искривились По форме этого сундука И она весь мир Видела в щелочку этого сундука И вот, ну, конечно Она сейчас обитает В учреждениях закрытого типа Но, в общем, это трагедия Она взрослый человек У нее все это искривлено Но главное мышление, конечно, у нее тоже такое Не ахти какое Потому что, в общем, до 8 лет она провела в этом сундуке И понятно, что какие-то, в общем, навыки социальные Но она радуется по-своему Когда смотрит телевизор Какие-то картинки мелькают Ну, и все Этим ограничивается Так что вот такая вот история И второй момент Значит, хотелось бы мне вот о чем еще поговорить Операционная модель интеллекта Она существует Чтобы овладеть методом рассуждения Увидеть причины-следственные связи Необходимо получить от социума Операционную модель мышления И как раз ею-то в современном обществе является речь То есть речь у нас не только внешняя Вот которая мы общаемся внешне Как у Шекспира говорят 14 тысяч слов, чтобы вот общаться А у современного человека тысячи только То есть мы по отношению к Шекспиру сильно сдали Да Но еще и внутренние Которые в 2 года формируются ребенка И обычно ребенок Ну, если он не мыслит образами, картинками Не тактильно, не зрительно В общем, он мыслит речью То есть внутренняя речь Она помогает, оформляет мышление То есть мысли наши, они текут потоком И как у Пушкина, значит И просится пирог бумаги Там еще секунды И стихи свободно потекут То есть у него же мысли в стихотворной форме идут Ну и сам Пушкин, конечно Очень хорошая иллюстрация того То есть в прошлой жизни он вот этот вот опыт Принес стихосложение в эту жизнь И он там с раннего-раннего подросткового возраста С раннего детства это уже было И практически его этот Пушкинские строки Очень похожи на александрийский стиль И четырехстопные ямпы В общем-то И даже на александрийский Вот то, что в Древней Греции считалось запретным Если простолюдины И даже лишали головы Начинают стихосложением заниматься А у него это очень похоже По характеру стихосложения На это все дело То есть у него, конечно Это одна из версий Что и Пушкин, и другие Или Моцарт, вспомним, 8 лет И так далее Ну, в общем, мыслить не тело, а бестелесная душа Это понятно Ну и также логика для мышления очень важна Логики у нас не учат Со времен Сталина Вот это очень плохо, я считаю Потому что взрослые люди Умеют деньги зарабатывать, бабки сшибать А они практически не понимают Куда эти бабки тратить И для чего они эти замки строят Построил замок, они знают, кто в нем будет жить Потому что содержать замок Это реально надо Еще такой же замок потратить Чтобы только содержать этот замок В общем, есть там за окружной дорогой Такой, знаете, двухэтажный дворец Там, по-моему, два гектара И подземный недостроенный И там вот целый катакомб Какой-то богатей сделал И в общем, и что А зачем он вбухал огромные эти деньги Непонятно И сейчас он стоит там Эти подростки какие-то кучкаются Ну, в общем, там можно заблудиться В подземельях там реально Вот просто реально все Можно заблудиться Там вообще опасно для жизни Недострой такой Мысль – это не тело, а бестелесная душа Но при помощи мозга и программ мышления Помимо этого, базовая модель мышления Бестелесная душа привносит из собой Из прошлой жизни То есть надо понимать, что базовая модель Вот ради чего мы родились Она, конечно, есть И она подспудно, неявно присутствует Потому что душа на том свете Она может выбрать Ну, вот даже если брать Свиденборга Если брать других, так сказать, авторов Вот, например, письма живого усопшего Которая сто лет этой книге Там хорошо описывается Вот эта вот история Как в 14-м году Во время Первой мировой войны Стали умирать солдаты Ну, вот они погибали на полях сражений И вот погибший муж одной дамы Он стал ей передавать контактную информацию Она стала записывать И вот появилась такая книга Письма живого усопшего Ей уже 100 лет Больше 100 лет И вот он описывает жизнь на том свете Как там выбор происходит О рождении Он описывает подростка одного С которым ему привелось на том жизни встретиться И как он осуществлял вот этот выбор Он себе семью какую-то выбрал Уже инженеров Уже выбрал открытие Которое он в мир принесет И вот теперь он хочет А этот его уговаривает Что ну не стоит Ну чего ты будешь Вот надо еще здесь покантоваться На том свете Типа зачем опять туда А он говорит Нет, хочу вот уже ученых Хочу вот инженером быть И так далее, и так далее Вот Ну и понятно, что сон Это тоже проекция ума И универсальный коммуникатор Своих и чужих мыслей Сон Это вот все со всеми В общем-то коммуникатируют Это тоже очень хорошая речь В быстрой фазе сна Рэм, фазе сна Душа переваривает свои чужие мысли Общается И мысли, идущие и от социума И от собственного подсознания И можем вспомнить здесь и Сеченова Что сон это значит Былые впечатления Небывалые впечатления Былых воспоминаний Вот в течение сна Вот эта фраза Сеченова Как материалиста Она, в общем-то Для этого характерна Но она тоже имеет место быть Потому что действительно Наше сознание Подсознание перерабатывает То, что с нами было Во время дневного И во время ночного отдыха Это все действительно тоже Ну и бывают вещи и сны Их тоже нельзя выкинуть И, в общем, бывает Уже мы выходим на контакт Как бы на телефонный разговор С каким-то собеседником мысленным Мы понимаем Что этот собеседник Он представляет для нас интерес И у нас идет контакт просто А потом утром звонишь И говоришь Он говорит Да, ты мне тоже снился И вот А мы с тобой там обсуждаем То есть Ну это в основном Бывает и у близких людей Муж, жена Вот, например Тоже Которые понимают друг друга С полуслова Ну если понимают Конечно Вот Потому что тоже разные вариации есть И, в общем Мысли, идущие от социума От живых-мертвых И соотносят все это С мыслительным опытом На основе выстраивания И выстраивается Интегральное мышление Модель Ну и вот Пример, конечно Инфантилизации мышления У нас, к сожалению Инфантильность мышления Она преобладает Потому что потребительское общество Существует И здесь Все ниже и ниже У нас люди в детство впадают Просто в реальное детство Они становятся уже Как девочки и мальчики Взрослые люди Вместе со своими детьми Уже взрослыми Ну и вот У меня есть борода Собаки и козла И вот Кота И, в общем Люди занимаются Они вот Вовлекаются В общем Все понятно Ну то есть Давайте поиграем Как дети Давайте вспомним И у нас уже Значит Вся жизнь Как игра стала Это очень плохо Я считаю Плохо Потому что Люди не взрослеют И логические модели Выживания Они, в общем-то Недоступны Людей И вот Можно вспомнить В этой связи Пиаже Швейцарский ученый Очень интересный ученый Создатель Операционной Концепции Интеллекта И он читал Как раз Пиаже Что Половина людей Населения Причем Это было в середине 20 века Она просто не дорастает До логических Операционных действий Она не может Сказать Простые операции Какие-то Логические Не может Это было Опытным путем Проверено А я думаю В современном Обществе Начало 21 века Тут уже Однозначно Уже Наверное 2 трети Не может Сказать 80% 90% Все больше Но вот Это реально Понимаете Это очень печальная Вещь Потому что Простые Операции Логические Вот они Становятся Недоступны Ну и Психологическая Модель Деградации Конечно Маячит Здесь Врослеющий Ребенок Проходит через Стадию Гоцентризма К стадию Социоцентризма Он обучается Видеть не только Свои желания Но и желания Других людей Взрослый Человек В идеале Он имеет И умеет Встать на Точку зрения Другого Человека То есть Он дорастает В идеальном Варианте Даже до Понимания Действий Социального Организма То есть Вот о чем Говорил Ленин Что каждая Кухарка Может управлять Государством Если дорастет Конечно То есть Бросит свое Кухарское дело И будет дорастать Но так как У нас Кухарки Не востребованы В смысле Они востребованы По кухарскому Делу То в общем Управляет Государством Конечно Кухарки Это очень печально Надо было Всех кухарок В общем-то Мобилизовать Тех Которые были В ленинское время На управление Государством Но это шутка Я понимаю В общем В идеальном Варианте Взрослый Дорастает До понимания Действия Социального Организма То есть Понимает Что он не один Живет Что вокруг Живут люди И что мы Как единый Социальный Организм Развиваемся Все зависимы Друг от друга В общем Не все это Понимают Как ни странно Вот Ну и понятно Что СМИ Здесь и вообще Потребительское Общество Нас все время Толкает к тому Чтобы мы были Эгоцентристами Как дети Вот и хочется Можется Покупай Есть денежка Давай Вот любая прихоть Любая В общем Ерунда Давай Зачем тебе А ты хочу Эгоцентрист Поэтому этот Эгоцентризм Он потребительским Обществом Все время Взращивается И отсюда Социоцентризм Не наступает Стадия То есть Люди не взрослеют А остаются Во взрослом состоянии Как дети На всю жизнь И вот мы ходим Вроде взрослые дети Вот Помните Был такой Фильм Сказка о потерянном Времени Советское время Там Менялись Там взрослые Дети Вот они как-то В песочнице Там взрослые Дяди и тети Там играют Или там взрослые Они начинают В песочек Наоборот Играть Вот И вот что-то Такое же происходит Ну и как ни странно Антропологи увидели Что первобытных Племен Вот я бы их назвал Второбытных Потому что Выяснилось И не так давно Что они не первобытные Например Бушмин Или там Калахари Или там Пегмеи В дождевой лес Тропической Африки Вошли 3000 лет назад Всего лишь То есть они никакие Не первобытные И там Не 80 тысяч лет Вот И они Собственно говоря Задерживаются На стадии Инфансивного Мышления И у них Практически 100% И взрослые И дети Они эгоцентричны И чтобы вот Содержать Это эгоцентрическое Общество Первобытных Второбытных Людей Нужны конечно Какие-то модели Верования Религиозные Модели верования Что Очень жесткие Если ты не с нами То ты чужак Тебя строкизм Ты значит Не прошел Инициацию Тебя вот Выкинут И ты погибнешь Там злой контроляка Придет Ты вот реально То есть Это все очень реально Людей запугивают И они в таком состоянии Потому что Если этого не делать Вот их социум В котором они находятся Их популяция Она просто реально разваливается Вот надо все время Чтобы вождь Или там жрец Он все время Имел властные полномочия И контролировал Этих людей То есть внешний контроль Высший приоритет То есть Высший авторитет Высший авторитет Да То есть Если Почему авторитарное Тоталитарное общество Становится Да потому что Внешний контроль Никакой сознательности Если у людей нет Что не надо там гадить В автобусе Или там Ну я не знаю Ну еще что-то там Пакости делать В другом Да нет Надо всюду Камер понаставить Этих самых И уже эти камеры В лоб надо куда-то И чипы Чтобы все Внешний контроль Все контрольте За компьютером Чтобы бомбу Нигде не подложили И так далее И так далее Ну а что делать-то Потому что Нужен внешний контроль Вот На самом деле Конечно Ну это почему Происходит Да потому что В общем-то Эгоцентризм Как бы крепчает Вот почему А социоцентризм Так и не наступает То есть понимание То что мы живем В обществе И надо соблюдать Общественные законы И этого нет Вот Это очень плохо Ну вот И вот такое Вот и еще Конечно Ускоренное Половое созревание В общем У разных Первобытных Второбытных Людей Оно создает Как бы Еще такую Предпосылку Что не успевает Социальная программа Мышления Передаваться В общем Ну понятно Если в 12 лет Какие-то пигмейки Рожают То Чему 12-летняя мамаша Научит своего Так сказать Малыша Ну чему она может Потому что она Сама ребенок Инфантили У нее Неотиния Эпидеморфоз То есть Это вот стадия Как бы В общем-то Такого В общем Ну Полового Ускоренного Созревания Да Ну а еще Можно круче В 9 лет Чтобы рожали Или в 5 лет Это тоже возможно Есть такие Детки Которые в 5 лет Правда Это как аномалия Идет Ну и в принципе Можно и до этого Довести Тогда уж точно Пятилетние дети Какие они В общем Мыслительные программы Передадут Своим этим Малышам Да никаким В общем Они превратятся в звери Просто-напросто То есть Будут править эмоции А не разум Социального контроля Не будет И в общем Он будет отсутствовать Эмоциональный Эмоциональный Детский контроль Останется И в общем Начнется Чтобы В общем Такое обезьяне Стадо Вожак Альфа-самец Который держит В своей горе Иерархия Жесткая Если ты против Иерархии Тебя заклюют Задолбят За этими Клыками Зажрут И так далее Затопчут И прочее В общем Начинается Звериный Солнц Вот Ну и Под конец Такого Спича Надо учиться Не для того Чтобы стать Ученым А только для того Чтобы научиться Жить лучше Лев Толстой Вот Лев Толстой Такая борода Как Это самое У Деда Мороза Да Ну казалось бы Мы его все время Как зеркало нашей революции Ленин писал Да Вот я вот Только сейчас Увидел эту фразу Да Ну вообще Ну это ж надо Дожить до этого Чтобы сказать Жить лучше Так То есть Он действительно Зеркало нашей революции Социалист Поган Ну он не понял Не Он тоже социалист Хорош Что в смысле Но я считаю Что надо учиться Для того Чтобы стать ученым Вот ученым Ученым И ученым Только ученым Понимаете Вот потому что На том свете Все мысли сохраняются Которые мы здесь накопили И жить надо Только для того Чтобы переориентировать Своё сознание Понимаете И мы для этого И рождаемся Нам тело Для ног Для того Чтобы родиться И переформатировать Своё сознание На это надо тратить И время И место А не строить замки Или там машины Дачи Копить там Благосостояние Которое на тот свет Все равно не удащишь Ну все Спасибо за внимание А как же Деградация Ну вот Снимите Вот Как же Деградация Но я про деградацию Сказал Нет Ты не сказал Вот давайте так Единственное Что здесь Не так Вот у Александра Ивановича Это Он Слово мысли Более широко Использует Чем общепринятые Да Мысли это то Что у нас В голове Да что такое Общепринятые Общепринятые Это у каждого Исследователя А вот Все остальное Это Информационные потоки Действительно Существует Четыре информационных потока Вот мы сейчас Здесь с вами сидим И два информационных потока Налицо Александр Иванович говорит Мы все слушаем У него Исходящий поток У нас Входящий поток Значит Третий поток Это другие с другими Это то что ты назвал Социумом Да Мы находимся в социуме Все равно Не зри по социуму Да Мы находимся в социуме И слышим Так сказать Что другие Как Вот Обмениваются Но это же не мысли Вот более Если А Поток Нет Оно в подкорке сидит Оно не в подкорке Правильно Это входящий поток Да Точнее Не входящий А другие И Четвертый поток Прочиняющий Это четыре Прочиняющие потока Это Сам себе Вот то что мы Между Между собой Как Ну Вот Внутренняя речь Как ты сказал Да Это Четвертый Прочиняющий поток Сам себе Потому что там В голове сидит не одна индивидуальность А несколько И Там сидит ум Который и делает расчеты И дальше этот ум выдает информацию Вы даете ему задания Ставите цели Идею он дает вам Вот это идет Выступление Да Да Скажите Очень-очень хорошо Собочите Я сейчас Алик Петрович Пожалуйста еще раз Тему своего доклада Озвучьте Конкретные термины А не разумные Озвучьте пожалуйста Тему вашего доклада Еще раз Я же так Не входящий поток Пошли Секундочку Смотрите У нас Тема А я что Разве А я Именно по этому поводу Дальше Существует Девять Так называемых Магических потоков Вот там и находится С прошлого Настоящее Ну 9 магических потоков Это вы расскажете нам Дорогой Николай Михайлович Это вы нам Следующий раз Но просто это уже Нет Там можно сегодня У нас сидит То что ты сказал Мы тебя услышали Садись Докладчик сделал Все Дискуссия У нас же мало людей Дискуссия У нас людей много У нас докладов Много Дискуссия